Желающие получить компенсацию за энергоресурсы уже могут регистрироваться на сайте компенсации.gov.md. Выглядит он абсолютно так же, как и в прошлом году. Те, у кого нет доступа к компьютеру и интернету, могут обратиться к социальному работнику или библиотекарю. Они помогут в регистрации и заполнении данных. В 2023-2024 отопительном сезоне появятся еще две категории энергетической уязвимости. Теперь их будет семь – потребители с крайне высокой энергетической уязвимостью, с очень высокой энергетической уязвимостью, с высокой, со средней, низкой, с первичной энергетической уязвимостью и потребители без энергетической уязвимости. Присвоение степени уязвимости будет осуществляться на основе среднемесячного дохода и численности семьи. Также будет учитываться местность проживания – городская или сельская. Более высокие компенсации будут получать семьи, в которых воспитываются маленькие дети, потому как теперь пособия на них не будут влиять на определение категории уязвимости. В Министерстве труда сообщили, что размер компенсации в этом отопительном сезоне будет отличаться от прошлого. Чтобы окончательно установить, каков будет объем компенсации, мы должны выяснить такие аспекты. Размер тарифа на аэронерго-носители, доходы семей, которые запросили компенсации и то, сколько правительство сможет на это выделить. Мы уточняем ресурсы, однако уже сейчас можно точно сказать, что ресурсов меньше, чем было в начале отопительного сезона, тогда у нас была помощь партнеров. В этом году выделенные партнерами деньги направили в другие области, включая повышение энергоэффективности и энергетическую независимость Молдовы, потому что система компенсации – это временная мера, которая просто смягчает последствия неэффективной системы. Регистрироваться на сайте должны все, включая те, кто уже это сделал в прошлом сезоне. Мы решили узнать у жителей автономии об их намерениях. В прошлом году не регистрировался, я был в армии, но не знаю, будет нормально, потому что тоже самое, этот, дрова сейчас дорогие. А как не будем регистрироваться? Дровишки нету, газ дорогой. Что делать? Конечно. У меня пенсия 1970 трилеев. Регистрировался и планирую, чтобы компенсировали эти сумасшедшие цены на газ. В прошлом году компенсировали и то, хоть часть, и то тяжело было все равно, но хотя бы так. Что-то будет компенсировать. Вот как раз собрался, ты создал библиотеку, будешь много читать, будешь больше получать. А это в прошлом году получал, а в этом году посмотрим, сейчас пойду туда. Наверное, надо. 14 рублей платили за газ. Регистрация на сайте продлится до 25 ноября. Уже 26-го граждане получат ответ о присвоенной категории уязвимости. В этом отопительном сезоне помощь получат около 255 тысяч домохозяйств. Для этого подготовлено около 1,2 миллиарда флеев. Мария Статова, Григорий Ставилов, Ирина Резунец. Новости ГРТ.